Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. На смену ненастной погоде придет бабье лето. Как обещают синоптики, погода сегодня будет солнечная. В Карачаево-Черкесии местами дождь, в отдельных районах сильный, с грозой и подъемом уровня воды до неблагоприятных отметок. Днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 5-10, температура ночью 6-11, в горах до плюс 5, а днем 15-20 градусов тепла и местами до плюс 14. В черкеске ночью слабый дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-10, днем 17-19 градусов тепла. Золотая осень богата урожаем. В садах Карачаево-Черкесии собирают яблоки и груши. Оказывается, фрукт не просто сорвать с дерева. Существуют определенные правила. Это все для того, чтобы получить максимальный результат. Наш корреспондент Альбина Ламкова отправилась в сад и узнала у заместителя генерального директора сады Карачаево-Черкесии Эдуарда Байчорова все тонкости сбора урожая. Доброе утро. Оно осеннее, но очень теплое. И мы его встречаем в садах Карачаево-Черкесии аула Ады и Хабль. Я бы сказала, мы находимся в волшебном месте. Деревья усыпаны соблазнительными фруктами, яблоками. И надо сказать, их количество зависит напрямую от кропотливого труда садовода. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте, Альбина. Очень рад вас видеть. Я надеюсь, вам нравится наша картинка и те процессы, которые у нас сейчас происходят. А у нас сейчас сбор урожая. В интенсивном саду уход должен быть своевременным и постоянным, иначе не будет урожая. Так ли это на самом деле, Эдуард? Конечно, это так. Вот сейчас, я как и говорю, мы собираем урожай один раз в году. Но всему этому периоду предстоит еще целый год работы. То есть подготовительные работы к зиме, к тому, чтобы деревья сохранили свою силу, мощь на следующий год и выросли. Поэтому работы у нас круглый год. Мы не останавливаемся. Почему вы занялись садоводством? Спасибо, это хороший вопрос. На самом деле, это очень интересная работа. Она комплексная, потому что тут связан и научный подход. И в то же время ты постоянно на природе. И также я должен выделить особенность, что у нас очень хороший рабочий коллектив. У нас работают люди практически со всей Карачаева-Черкесии. С ближайших сел, поселков. Люди тоже учатся вместе с нами. Кто-то приходил, допустим, обычным садоводом, а становился уже механизатором, водил уже трактор и так далее. Это хорошая работа, потому что есть развитие, есть что изучать и есть куда расти. Поэтому так. Мне тут, конечно же, нравится. Ну вот возникает вопрос. Вы говорите о механизаторах. Я вижу, у вас тут тракторы современные. Насколько вы укомплектованы оборудованием, надлежащим? Как я говорю, этому саду уже не первый год. И мы укомплектованы полностью. Конечно, с каждым годом, когда сад растет, развивается, все больше и больше людей работает, требуется дополнительная техника. Мы этим и занимаемся. Постепенно подбираем лучшие образцы техники, которые будут полезны в нашем деле. В данный момент в садах Карачаева-Черкесии вы производите сбор урожая. Сейчас мы завершим этот процесс и будем подбивать результаты, уже смотреть. Всячески, должен сказать, что люди настроены. У людей есть настрой, люди с позитивом собирают. Эдуард, в чем уникальность интенсивного сада? Интенсивный сад – это отдельная вообще система по сравнению с обычным садом. Она позволяет справиться с теми вещами, которые зачастую вызывают наибольшие риски у аграриев. Как раз-таки шпалерная система и система антиградовой сетки позволяют нивелировать все плохие погодные условия. То есть это могут быть какие-то сильные ветра, ураганы. Очень важная система – это капельное орошение. Дерево получает максимальное питание с максимальным КПД. Поэтому и деревья вырастают быстрее, плоды на них сочнее. И, соответственно, это намного, намного, намного улучшает этот процесс. Эдуард, вы сейчас назвали преимущество интенсивного сада. А есть ли недостатки? Знаете, я скажу, что это скорее даже не недостатки, а повышенное внимание. Потому что тут уже идут счет на дни. Очень важно выполнять свои временные работы в свой период. И там каждый день на счету. Действительно так. Но у нас очень хорошая база профессионалов. У нас работают люди с огромным опытом, которые болеют этим делом. Они не просто приходят на работу и тут занимаются садом. У очень многих есть собственный сад, где они сами выращивают свои плоды, те же яблоки и так далее. Перерабатывают их по своим нуждам, кормят свои семьи. Поэтому, опять же, если возвращаться к минусам, то это не минус. Это более высокие требования к уходу за садом. Помимо яблок у вас в саду есть и другие фрукты. Насколько отличается уход за яблоками или теми же персиками или же грушами? Знаете, в общем и целом, на самом деле, канва общая. Но яблоки, они более такие работоспособные, трудостойкие. Эдуард, сколько лет проживает такой вот сад? Ну, сам сад вообще может жить очень-очень долго. Все зависит от того, как долго дерево будет плодоносить. Но, опять же, когда дерево уже начинает подходить к своему сроку, оно постепенно меняется на молодое. И сад будет продолжать жить дальше и дальше и дальше. Все зависит от внимания. Эдуард, что нужно человеку, который хочет у себя на приусадебном участке посадить такой вот прекрасный интенсивный сад? Конечно же, я воспользуюсь возможностью и скажу, что он может прийти к нам на работу, поработать и набраться опыта. Потому что это уникальная возможность именно вникнуть самому, своими руками, вот во весь внутренний процесс. Но, на самом деле, даже если у человека нет времени на то, чтобы поработать у нас, то он может всю эту информацию проконсультироваться у наших агрономов, взять саженцы, поставить вот эту вот систему шпалерную. И постепенно-постепенно свой сад облагораживать. Не обязательно все делать за один присест. То есть поставил шпалеру, посадил яблоки, они тебе приносят плоды. Уже на эти плоды ты можешь раздать своим близким, продать их. И постепенно-постепенно его облагораживать. Поставить капельную систему и так далее, и так далее. Поставить нашу сетку замечательную. Поэтому, если будет желание у человека, он найдет способы, как этот сад посадить. Возможностей куча. Эдуард, спасибо вам за интересную и познавательную беседу. Желаю вам хорошего урожая. Альбина, вам тоже спасибо. Очень приятно было. Мы вас всегда ждем на экскурсию и, как всегда, попробовать наши яблоки. Всегда рады. Чувства любви, радости и грусти свойственны всем, но только в стихотворении. Можно выразить их полноту, считает поэт Наталья Тесленко. В сентябре вышел ее третий поэтический сборник «Роняет липа листья золотые». С поэтом Натальей Тесленко встретился Али Баташ. Мы так с тобой хорошо сидим, пьем чай на травах, собранных по лету, едим пирог с калиной и конфеты, и по душам о жизни говорим. Мороз выводит на окне узор, когтями снежными скребется вьюга, а мы сидим и слушаем друг друга, и душу мреет теплый разговор. Наталья Семеновна, расскажите, пожалуйста, как вы стали поэтом? Кто из поэтов произвел на вас наибольшее такое впечатление? Писать стихи я начала очень рано, еще с начальной школы. И большое на меня впечатление произвел Есенин, конечно, Тютчев. Рубцов, Николай Рубцов, конечно, естественно. Это, короче, поэты, лирики, у которых большая, широкая душа и любовь к России, к Родине. Вот с такими же чувствами я и пишу тоже свои стихи. Не подражаю, но выливаются порой такие же чувства, которые испытывали они. И что тут уже греха таить? Перекликается чувство любви, восторга, радости, грусти. Оно же, естественно, свойственно всем. Что стоит нам друг другу улыбнуться, Ответить на письмо и позвонить? Туда, где ждут. Что стоит нам вернуться? И что нам стоит искренне простить? Что стоит быть нам щедрыми на ласку, Утешить добрым словом старика, Охотно рассказать сынишке сказку И просто посмотреть на облака? Что стоит вывесить для птиц кормушку, Продругшего котенка обогреть? Что стоит нам подать больному кружку? И рядом с ним что стоит посидеть? Помочь дорогу перейти слепому? Не оставлять ребенка одного? И не забыть тепло родного дома? Что стоит нам? Не стоит ничего. Более 30 лет Наталья Семеновна Проработала в школе поселка Правокубанский Учителем русского языка и литературы. Первое сентября. До свидания, лето. Здравствуй, школа моя. Самым лучшим букетом тороплюсь к тебе я. Рад я снова услышать твой звонок на урок И увидеть, как пишет твой волшебный мелок. Дневникую тетрадкам и учебникам рад И друзьям на площадке, что у школы стоят. Все нарядно одеты и все рады, как я. До свидания, лето. Здравствуй, школа моя. Стихи Наталья стала писать в начальной школе, но печатать их стала только в 2013 году. Первый сборник «Грустит рябина у плетня» вышел в Челябинских. В Черкесске издано два сборника автора. Это «Распахну окно в рассвет» и «Роняет липа листья золотые». В каждой книге есть стихотворение, посвященное Родине. Мне приснилась Родина Камыши, кубань, хата, куст смородины На окне ярань Крыша камышовая, солнце яркий свет В сенце дверь подковаю, на крылечке дед Щурится на солнце он, смотрит в огород Где петух в подсолнухах у другим упоет Дремлет на заваленке рыжий кот Ефрем Дед латает валенки, старые совсем Мне приснилась Родина Детство, теплый свет Все простое вроде бы, а дороже нет Я не мыслю себя без России Без ее белоствольных берез Без снегов и озер ее синих Без белесых туманов и роз Без восходов ее и закатов Без ее неумолчных лесов Без степей и речных перекатов Без ее золотых куполов Хороша она в дождик весенней и в ромашках на летнем лугу И в наряде из листьев осенних И зимой серебристом снегу Ей к лицу и полянки грибные И летящие вдаль журавли И красивей, чем наша Россия Не найти мне на свете земли Сердце настоящего поэта не может не отзываться на происходящее в жизни страны Стихотворение «Нет нацизму» говорит само за себя В кровавых расправах Во лжи оголтелой Нацизм украинский не знает предела Он там, на Донбассе Людей убивает За то, что Бандеру признать не желают Дома мирных граждан Бомбит бесконечно И к пленным относится Бесчеловечно Все русское хает Ломает И душит И дружбу народов Намеренно рушит Но воин Донбасса И воин России Нацизм остановят Ведь вместе мы Сила Они непременно Одержат победу Как сделали это Когда-то их деды Я пишу также Стихи Очень много о природе Вообще У меня таким, можно сказать, эпиграфом Являются слова В одном из моих стихотворений Удивляться не устану Красоте родной земли В саду гуляет август по дорожкам И настроение у меня От сочно-яблочного дня Такое, как бывает под гармошку Пишу под яблони стихи Поют за речкой петухи В высоком небе Ласточки летают Им хорошо там синеве А яблоко Лежит в траве И только я одна Об этом знаю Закончился август Закончилось лето Туман уже стелит В лощине постель Замокла кукушка И только лишь где-то В траве Как и прежде Скрипит коростель Еще один август Простился со мною Махнула ему я Платочком во след И грустно вздохнула Жаль было Не скрою Ушедшего лета И прожитых лет Есть поэтическом творчестве Натальи Тесленко И стихи Адресованные Самым маленьким читателям И их родителям Кусил меня мороз Из-за щеки Из-за нос Думал он Мороз кусачий Что от боли я Заплачу Я ж Потру ладошкой нос Щеки тоже Не вопрос Да Попрыгаю на месте Двадцать раз А может двести Пусть теперь Мороз кусает Он меня Не испугает На рыбалке С братом нам По десять лет Мы сидим Рыбачим Только что-то клёво нет Вот ведь незадача Неподвижные поплавки Дремлют за кедушки Лишь торчат Как островки Из воды лягушки Я их ужас Как боюсь Только брату в этом Я признаться Не решусь Ни за что На свете Ведь меня с собой Взял первый раз Братишка Не хочу Чтоб увидал Он во мне Трусишку А когда начался клёв Я о них забыла И с азартом окуньков Но уху ловила А вот вы в свободное время Чем занимаетесь? Как любите проводить? Если погожий такой вот Такой денёк Ну конечно Люблю пройтись По парку Лес у нас недалеко К реке Люблю короче Бывать на природе А если ненастный день А если ненастный день То могу читать Или рисовать Я люблю рисовать тоже И стихи пишу Призвание поэта Делать человека лучше Вот с этим уклоном С точки зрения Там ум наполнит Эта информация Можно получить Но вот Душу настроить Пропитать его Любовью к родине К примеру Да? Только хорошие стихи Богу Это сделать верно? Только хорошая песня Стихи Картина Это искусство И поэзия Они очень близки Поэтому я считаю Что прав Евтушенко Поэт в России Особенно в России У которой такая широкая душа И поэт должен быть Под стать родине Али Баташев Олег Молхожев Вести Карачаева Черкесия От улыбки Хмурый день светлей Особенно сегодня Он станет ярче Так как сегодня Всемирный день улыбки Это праздник Всех позитивных людей Отмечать его начали В 1999 году Улыбка говорит Об открытости Коммуникабельности И жизнерадостности человека О пользе улыбки Знают наверное все Улыбающиеся люди Выглядят моложе Живут дольше И располагают К себе окружающих Давайте улыбнемся Сейчас вместе С Альбиной Курочиновой Кенжевой Доброе утро Дорогие телезрители Как ваше настроение А вы уже улыбались с утра Или хмуритесь Так вот улыбнитесь Ведь сегодня Всемирный день улыбки Дарю вам свою улыбку Через экран И рассказываю Первое официальное празднование Дня улыбки прошло В 1999 году Всему виной Харви Болл Человек Придумавший смайлик Еще в далеком 1963 году Именно в 1963 году Харви получил От страховой компании Заказ на изготовление Символа для рекламной акции Целью которой Было поднять Боевой дух сотрудников Подбодрить их Недолго думая Харви Болл Нарисовал улыбающуюся Рожицу желтого цвета И получил за это 45 долларов Так его детище Приобрело известность Спустя 10 лет Смайлик стал популярен Во всем мире Сейчас в своем Виртуальном общении Мы уже не можем Обойтись без смайликов Люди выражают Свои эмоции С помощью солнечных Кругленьких человечков Улыбка дарит Человеку и его собеседнику Чувство позитива И легкости Да и любая информация Воспринимается лучше Из уст улыбающегося Человека Нежели нахмуренного Мы провели опрос И решили узнать Много ли улыбающихся На улицах нашего города А вы знаете Что сегодня Всемирный день улыбки Да Улыбка нужна человеку И для чего Обязательно Обязательно Нужна Чтобы человек был Настроение хорошее Всегда чтобы было Позитив Позитив Да Спасибо Часто вы улыбаетесь В течение дня Постоянно Нужно везде ходить с улыбкой Что она делает Что она дает Поднимает настроение Ты радуешься всему Когда улыбаешься Любая мелочь Может привести тебя Чтоб всем было хорошо А вы часто улыбаетесь В течение дня? От настроения Если встал утром Хорошее настроение Почему не улыбнуться? Лучше всего С улыбкой вставать Чтобы радоваться жизни Вообще не грустить никак Жизнь создана Чтобы улыбаться Много раз улыбаюсь Ну улыбка Когда человек счастлив Я улыбаюсь постоянно Желаю всем Чтобы улыбались постоянно Это настроение Радость И радуем окружающих Своей улыбкой Альбина Курочинова-Кенжева Расул Бердиев Вести Карачаева-Черкесия Далее телевизионный эфир На телеканале Россия Продолжает программа О самом главном А в 14.30 Смотрите Вести Карачаева-Черкесия С Аллой Динаевой Удачной всем пятницы Приятных выходных И до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин